Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к лицу». Гость передачи Андрей Адам, пресс-секретарь Бельского управления чрезвычайных ситуаций. Здравствуйте, Андрей. Сегодня говорим о праздниках новогодних рождественских. Многие бельчане не представляют себе их без фейерверков, без салютов. При этом и пожарные спасатели, и медики бьют тревогу слишком часто. Любители огненных забав попадают на больничную койку, причем прямо в новогоднюю ночь. Как не превратить праздник в театр боевых действий, сегодня телезрителям расскажет Андрей. Андрей, скажите, пожалуйста, статистика происшествий в новогоднюю ночь, она какова? Какое количество бельчан, может быть, у вас есть данные по республике, попадают на больничную койку в новогоднюю ночь из-за травм? По статистике, у нас есть такое, по прошлым годам, около 193 человека пострадали в новогоднюю ночь при запуске вот этих фейерверков и петард. Это данные по Кишиневу, да, насколько я понимаю? Да, это данные по Кишиневу. Какого рода травмы получают люди обычно? Значит, люди получают разные травмы. И травмы ноги, и травмы рук. И даже были такие случаи у нас, в Бельцах, когда кинули петарду в капюшон девушки, значит, эта петарда взорвалась, и девушка осталась без слуха. Поэтому наши жители, не только жители муниципи Аббеллс, но и жители нашей страны должны осознать, когда пользуются вот этими петардами и фейерверками, что они могут быть опасны и для жизни, и для здоровья. Запуская фейерверк, можно получить же ведь не только травму, но и пожар устроить. Вот что касается Бельц, статистика пожаров есть какая-то? Значит, у нас за последние три года ни в Бельцах, ни в республике не было зафиксировано таких случаев. Значит, именно что касается пожаров от петард или от запуска фейерверков или от новогодних елок. Но, как показывает статистика из прошлых годов, значит, такие случаи были, когда даже, значит, было такое, что даже кидали петарды с балкона домов и попадало к соседям, и взорвалось у соседей на балконе. Было такое, что запускали вот эти фейерверки и попадало на крышу, и загорались и крыши домов. Так что... А в чем причина вообще? Играет роль человеческий фактор, то есть нарушается инструкция по безопасности, по эксплуатации? Или все-таки речь идет о некачественных фейерверках? Значит, иногда, конечно, является это, что и люди не знают, как правильно пользоваться вот этими фейерверками. А есть и такое, что, допустим, покупают не лицензионные и фейерверки, и петарды. И ясно, если они не лицензионные и нет сертификатов на них, значит, никакой безопасности этих фейерверков мы не можем говорить. Где можно приобрести, например, в Бельцах вообще лицензионный товар подобного рода? Значит, чтобы не делать, как бы, рекламу, коммерческую рекламу этим агентам, которые... Занимаются этими. Ну, то есть у нас есть такие места, сколько их? Специализированные магазины? У нас и магазины, ну, не только магазины, и на рынке есть такие люди, люди, которые продают... То есть на рынке тоже есть лицензионные точки, скажем так? Да, да. Согласно 143-му закону о режиме пиротехнических изделий, значит, данные, значит, магазины, где продаются вот эти фейерверки, они должны обязательно, значит, получить, значит, и... Соответствующую документацию? Да, но я имею в виду, что... Разрешение на торговлю? Да, вот нас. А кто выдает такие? Из управления ЧАЭС? Ну, я скажу про нас, что мы выдаем такие, уже там есть больше... То есть основное разрешение, это разрешение управления ЧАЭС? Да, значит, основное не управление, а управление службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, значит, что касается... То есть покупатель вправе потребовать этот документ, да? Вот мы приходим в любой гипермаркет, там продаются... Обязательно, значит, когда, значит, покупатель имеет это право, значит, просить даже эти сертификаты и эти лицензии, которые, значит, о торговле данных пиротехнических изделий. Если, конечно, не хотят предоставлять вот эти лицензии и сертификаты, значит, они могут позвонить по номеру 901 или 902 полицию и сообщить о данных правонарушениях. То есть даже если речь идет о торговой точке на рынке, у продавца, у реализатора должны быть эти документы. Если их нет, потребители это должны насторожить. А вообще, насколько я читала и знаю, очень огромную роль играет условия хранения вот этих изделий пиротехнических на рынке. Как они соблюдаются? Они могут там находиться в сырости, перепады температур? Кто это тоже все проверяет? Нет, не должно быть перепады температур. Это тоже проверяется, значит, нашими работниками, значит, нашим, то есть службой госпожарнадзора. Значит, конечно, они должны быть соответствовать, то есть каким-то нормам и требованиям. То есть не должны храниться, да, не должны храниться с ром месяцем. Кроме одного из отделов управления ЧАЭС, какие еще органы обязаны проверять продажу пиротехнических изделий? Обязанная, значит, и полиция, значит, обязана проверять данные торговые объекты. Значит, у нас даже... Существуют совместные рейды. У нас, наверное, кстати, горячая пора сейчас началась. То есть запланированы рейды совместно с полицией, значит, где будет проводиться, значит, по всем торговым местам, где возможно продаются нелегально вот эти пиротехнические изделия. Хорошо, а возможно ли такой вариант, что реализаторы узнают о ваших рейдах, они обычно запланированного плана, проходят в определенные месяцы, накануне Нового года очищаются? Ну, то есть, возможно ли такой вариант, что реализатор изымает, грубо говоря, из продажи товар, а потом, когда вы покидаете территорию рынка, он опять торгует? Поэтому мы... Я не сказал, когда именно дата и время, значит, когда будут проводиться эти рейды. Поэтому, значит, это будет неожиданность для этих реализаторов. Но обычно какой улов, скажем так, после этих рейдов? Я не могу вам сказать, это, наверное, больше к полиции, потому что они больше... Но нарушителей достаточно, да, я так понимаю? Да, есть, конечно, и нарушители, которые пользуются, как говорится, новогодними праздниками и... Стараются заработать. Да, стараются что-то заработать. Очень много, кстати, говорится о том, что, в частности, на территории Бельцы запрещено использование петард, продажи, хранения, но каким-то чудным образом, и мы сейчас уже можем подтвердить звуки взрывов петард, они раздаются в городе, причем играют, используют их в основном дети. Каким образом вообще они оказываются на прилавках? И почему их продают детям? Значит, детям не разрешается, значит, несовершеннолетним не разрешается продавать пиротенические материалы. Но это, конечно, все лежит на плечи взрослых, потому что, если они им продают эти петарды, значит, всю ответственность берут они на себя за то, что потом случится с этим ребенком. Может случиться какая-то травма. Но продажа петард все-таки запрещена в Бельцах и по всей республике? Что говорит об этом законодательство? Или возможно? Ну, конечно, возможно. Почему? Ну, в специализированных магазинах, где разрешается продажа этих изделий, пиротехнических изделий. Значит, покупая вот эти вот изделия, помимо наличия документов на подобного рода товар, на что еще стоит обратить внимание? По внешнему виду можно как-то определить, соответствует тот же фейерверк или салют стандартам или нет? Значит, только по этим. Конечно, иногда надо читать инструкцию, как использовать или как применять эти петарды. Не только, если, конечно, не будешь знать инструкцию, как именно пользоваться, то, конечно, может случиться такое, что и получить какие-то... Серьезные травмы. Да, серьезные травмы. Инструкция, кстати, на каком языке обычно? Есть и на русском. То есть ее обязаны импортеры перевести на госязык или на русский язык? Потому что я встречала ситуации, когда человек покупал фейерверк, открывал инструкцию на китайском, и он ничего не может понять. Ну, конечно, должно быть, с наглаза закону, должно быть на государственном, конечно, и на государственном языке тоже должны как бы переводиться. Но, не знаю, может, не было, как бы, купил эти петарды, но, может, не в какой-то не специализированной точке, где не разрешается данные... Торговля. То есть даже на петарды должна быть инструкция? Да, петарды обязательно, вот когда покупателю можно требовать, это, значит, никто не запрещает. Можно требовать инструкцию, и продавец должен предоставить эту инструкцию, как использовать данные фейерверки. Вообще, большая часть товара подобного рода, она откуда поставляется в Республику Молдовы? Это украинский товар, китайский, российский, откуда это все везется? Вы не анализировали эту ситуацию? Нет, не могу вам сказать. Не анализировали. Ну, по практике вашей, что вы можете сказать? В основном, все-таки, насколько я знаю, это китайского производства. Китайская, да, есть и китайская, есть и российского происхождения, значит, не обязательно. Ну, конечно, китайская, потому что, как мы знаем, в Китае там и... Это развито очень сильно? Ну, и развито, ну и там первые фейерверки там появились, то есть в Китае. Да, но, кстати, насчет Китая, то есть родины пиротехники, я в интернете нашла информацию о том, что в 282 городах Китая вообще запрещено запускать фейерверки частным лицам. А в целом в Китае устраивать огненные праздники имеют право только государственные организации. Просто так выйти в отвор, запустить фейерверк или петарду, строго запрещаются штрафы, довольно-таки огромные. Это касается не только Китая. Также вот я нашла информацию о странах Европы. В Германии покупать пиротехнику можно только в течение трех дней до Нового года и только лицам, достигшим 18 лет. А использовать ее можно только с 6 часов вечера, 31 декабря до 2 часов дня, 1 января. Штраф 1000 евро за нарушение подобного рода правила. В Белоруссии вообще запрещена продажа и использование бытовой пиротехники. В Румынии на использование пиротехники нужно специальное разрешение. Приобретать без него можно только безвредную, так называемую детскую пиротехнику. Кстати, о чем речь идет? Что это за детская пиротехника? Она у нас имеется в продаже? То есть, я так понимаю, это более безопасная? Какие-то мини, но это не означает, что данные фейерверки или данные петарды, они безопасны для детей. У нас, как в республике, значит, это запрещено детям, несовершеннолетним детям, значит, продавать петарды. Это и... Вообще, каковы правила использования петард? Не только петард, фейерверков и салютов в основном. Вот инструкция какая? Есть какие-то общие правила по их... Тресфибу, дистанция минимума. В случае, если запускаем эти петарды, значит, чтобы это не было... Вот, допустим, для каких-то ночных клубов или для этого, значит, перед тем, как запускать петарды, не перед тем, как запускать, а для того, чтобы запускать петарды, значит, надо обязательно получить разрешение от нашего, значит, от управления чрезвычайных ситуаций в Бельце. Потому что... Это действительно... Правильно все происходило? Да, правильно, чтобы... Когда подается заявление на получение подобного рода разрешения, специалист выезжает на место, объясняет, да, инструктирует владельца того или иного ресторана? Да, в том расстроении, где должно запускаться эти фейерверки, потому что... А что касается физических лиц, вот я купила фейерверк, я хочу выйти во двор пятиэтажки и запустить его. Здесь какие требования? Это, конечно, не разрешается и... То есть во дворах запрещено запускать? Запрещено, да, потому что это может и... То есть это может и привести к тому, что этот фейерверк может попасть и кому-то в квартиру, и ранить кого-то, и... Значит, это должно быть где-то на открытых площадках, где ничего не... Препятствует. Не препятствует, да. Установка елки, неважно, живой или искусственной, на предприятии где-то, в офисе или дома, здесь тоже нужно соблюдать правила безопасности. Да, действительно, мы сейчас находимся в канун новогодних праздников, и каждая семья, значит, или покупает елки, или есть елка, то есть с прошлого года, которая осталась, и устанавливает, значит, разные игрушки, гирлянды, но, во-первых, не надо забывать и о правилах пожарной безопасности. Значит, елку надо устанавливать... Значит, елку надо устанавливать на устойчивом остановании, с таким расчетом, чтобы не... чтобы ветви елки не касались ни потолка, ни... Стен, стены, не стены. А почему это принципиально? Значит, потому что, если в случае, если загорается, да, допустим, стена, наклеенная обоями, да, может загореться там обои или потолок, если она достает до потолка, она, если загорится, то может загореться в потолок и провести более... К масштабному пожару. Да, кстати, у нас, Андрей, скажите, пожалуйста, елка с нарушениями установлена или нет? Вот вы как специалист. Ну, что я могу вам сказать? Значит, как я вижу, у вас тут же гирлянды, ничего такого, как бы, нет изделий из ваты, нет изделий из... Да, для рулёков воспоминяешься каких-то... А по месту расположения елки мы всё время пытаемся, ну и дома, по собственному опыту, я знаю, засунуть её куда-то, вот, установить её в углу? В углу, ну, как я сказал, что елку надо устанавливать, ну, то, чтобы она была на устойчивом... И чтобы было и, значит, определить, чтобы было и, значит, расстояние от стены и от потолка. Андрей, давайте вот всё-таки проанализируем, больше вы нам скажете про нашу елку, проверьте, она устойчива стоит или нет, какие минусы, плюсы, мы же не профессионалы в этом плане. Ну, значит, как я вижу, данная ёлка, ну... Значит, устанавливаем, вижу, у вас есть гирлянды новогодние, значит, вижу тут оголённые, вот, провода на данном, то, что, конечно, не разрешается, значит, используют вот такие, с такими дефектами, значит, используют данную гирлянду. Ну, и что-то является нарушением для у вас. Надеюсь, вы... О, видите, и порвалось. Ну, видите, Андрей, всё решилось само собой, мы теперь эту гирлянду просто не сможем использовать. Ну, по месту расположения, что вы скажете? У нас здесь лёгковоспламеняющийся материал, нежелательно, наверное, его устанавливать в таком месте. Ну, да, ну, конечно, надо чуть-чуть расстояние, значит, чтобы было дальше от этих лёгковоспламеняющих материалов. И, ну, в принципе, это, не обязательно не забывать, что, чтобы... А у вас, кстати, есть сертификат на данную гирлянду? Потому что она соответствует... Нет, мы приобрели эту гирлянду на рынке. О том, мы уже поговорили. Я уже в курсе, что нужно было требовать сертификат. Ну, видите, мы не знаем, данная гирлянда соответствует всем пожарным нормам или не соответствует, потому что сертификата нет. То есть вы сейчас вправе нас оштрафовать, да, за нарушение норм эксплуатации или нет? Ну, я нет, но... Что согласно законодательству? Я нет, но инспектор госпожарного взора вправе вас оштрафовать. Понятно. Как, если вы, как физическое лицо... Штраф большой? Серьезный? Большой. От 200 до 400 литров. И в практике ваши были такие случаи, когда вы оштрафовывали частных агентов экономических или физических лиц? Частных, конечно, агентов. Были такие случаи у нас, когда не всегда используются все требования пожарной безопасности. Не всегда соответствуют все требования пожарной безопасности. Конечно, мы даем срок, значит, дается на устранение данных. Если, конечно, экономический агент не устраняет, то тогда мы и штрафуем данного экономического агента. Андрей, скажите, пожалуйста, вообще вот время возгорания вот такой вот елки, даже не возгорания, а сгорания, правильно я выражаюсь? То есть, оно какое? Она же моментально сгорает. Ну, искусственная, быстрее, живая. Искусственная, да. Около минуты, и елка может, если она... То есть, вот как вы имеете гирлянды разные, если вот эти, может от гирлянды, от гирлянды может загореть, ну, в течение минуты-две может полностью. Ну, может быть и едкий дым от этого. То есть, она может тлеть только, да? Да. Не тлеть, но она загорится, но будет и очень сильный, едкий дым. Потому что данная елка из пластмассы... То есть, из пластмассы... Искусственный этот материал? Да, искусственный. Если елка подобного рода может загореть полностью в течение одной минуты, то пожарные, спасатели за какое время обязаны прибыть на место происшествия? В среднем? Есть какая-то норма? Значит, это зависит все от расстояния от пожарной части. Зависит, как вы быстро сообщите о данном происшествии. Ну, как правило, вот на вашей практике, как быстро вы успеваете среагировать? И вы говорили, что еще три года назад случаи возгорания елок и пожаров по этой причине в квартирах, они были. То есть, у людей что, все сгорало? Ну, имею в виду, в помещении, где елка была восстановлена? Нет, конечно, мы старались, конечно, наши пожарные приезжают быстро, и я не могу вам сказать сейчас, какие тогда были от этих пожаров последствия, но говорю, что такие случаи были у нас. Вы, кстати, должны заниматься и профилактикой в этом плане, то есть вы, насколько я понимаю, должны и с детьми об этом говорить в школах, в лицеях, вы не проделываете подобного рода работу? Действительно, у нас началась данная профилактика, значит, и в школах, и в детсадах, значит, наши инспектора были, значит, проверяли, значит, по камесе, это было чуть раньше, значит, не все еще успели установить елки, значит, и в детсадах, и в школах, но там, где ничего не установили, значит, наши инспекторы еще проверят еще раз. То есть вы должны обойти абсолютно все дошкольные учреждения, школьные, образовательные, ДК, где будут проводиться массовые мероприятия? Должны и, то есть, увидеть, как данные руководители, да, что необходимо, допустим, в том же ДК центральном или ДК РЭО, что необходимо руководителю подготовить, кроме правильно установленного елки, что еще должно быть, огнетушить или что еще? Обязательно, да, должны быть, если это будет, значит, массовые, значит, обязательно должны быть два эвакуационных выхода, значит, должны, значит, руководитель, значит, несет сам ответственность за данные мероприятия, значит, он должен назначить, должен назначить персону. Лицо, да, лицо, который будет отвечать за пожарную безопасность, и обязательно всех работников проинструктировать в мерах пожарной безопасности. И после этого каждый работник должен расписаться в журнале специальном о том, что он прошел, о том, что он прошел, значит, инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности. Чисто физически, Андрей, чисто физически, вот выставить посты в ДК возможно, имея в виду, спасатели могут присутствовать на таких массовых мероприятиях? Конечно, если массовые мероприятия, обязательно один сотрудник, то есть там может дежурить. И иногда, не то, что иногда, но и такое бывает, и дежурит сотрудник, если это массовое какое-то мероприятие, значит, обязательно наши сотрудники дежурят. То есть, не дежурят машину, пожарная машина, но сам работник, управление. Ну вот на вашей практике вы сталкивались вот с таким вот массовым, возгоранием в массовом, в месте массового скопления людей? Значит, нет, на моей практике... Нас это обходило стороной, потому что... Ну, в нашей практике, значит, в моей практике, сколько работы, не было еще такого, значит, случая, чтобы где-то в каком-то большом объекте, где массовое скопление людей, чтобы был пожар. Андрей, скажите, пожалуйста, насколько соответствует действительности информация о том, что искусственные елки в последние годы стали обрабатывать каким-то веществом, не знаю, для чего это делается, но которое ускоряет этот процесс горения? Ускоряет. Я знаю, что у нас вот есть информация, что вот сейчас на рынках и в магазинах, значит, появились такие елки несгораемые. То есть, это относится к искусственным елкам. То есть, если даже происходит что-то, какое-то замыкание или что-то, то эти елки не сгорают. То есть, не сгорают. Кстати, при выборе елки, я так понимаю, нужно соблюдать такие же требования, как и покупая фейерверк, то есть, требовать сертификат. Да, тоже требовать сертификат, действительно, если оно соответствует всем правилам пожарной безопасности. Поэтому очень, должны быть очень внимательны, когда покупаем и елку, и фейерверки. Ваши советы телезрителям, у нас с эфир подходят к концу. Я желаю лично вам спокойных праздников, потому что вы будете дежурить, да, работать круглосуточно. Кстати, какое количество спасателей будет находиться на дежурстве в новогоднюю ночь? Значит, мы еще не подсчитали, сколько будет, но наша служба будет работать в усиленном режиме, значит, на праздниках. Значит, это означает, что будут и дополнительные средства, и дополнительные люди, которые будут не только в новогоднюю ночь дежурить, но и сколько, то есть... И 1-го, 2-го числа, пока праздники будут идти. Получается, что вы не отмечаете Новый год? Или вы все-таки отмечаете его на рабочем месте? Нет, на рабочем месте никак мы не отмечаем. Если попалось... Конечно, мы не все работаем. Есть оперативные группы. И что входит в эти группы, значит, не повезло. То есть, находятся на рабочем месте. Но никак на работе мы не потребляем какие-то алкогольные напитки. Не зажигаете елки, не спускаете фейерверки? Нет, никак нет. Ясно. Андрей, спасибо вам огромное за то, что вы пришли, объяснили все нашим телезрителям. У вас есть какие-то дополнения еще? Да, я в связи с этим хочу поздравить всех жителей города с наступающими праздниками. И пожелать всем счастья, здоровья. Я желаю, Андрей, вам лично и вашим коллегам спокойных праздников. Я правильно выражаюсь? У вас же есть, кстати, какие-то новогодние приметы и так далее, вот в этом плане что-то? Что имеете в виду? Ну, говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. То есть, если у вас новогодняя ночь выдастся спокойно, без происшествий, то есть такая примета? Ну, у нас нет такой приметы, нету, потому что это не относится к нашей службе, потому что сейчас у нас и пожары, и аварии случаются, и мы бы хотели, конечно, чтобы этого не было, но, к сожалению, не без этого. Ну, желаем тогда вам, чтобы это происходило как можно реже. Телезрителей благодарим за внимание, Андрея благодарим за то, что он пришел, интересно рассказал обо всем. Хорошего вечера, до свидания. До свидания. Продолжение следует...